Рассмотрим символику ее значения, а также применение в архитектуре в качестве барельефов обрамлений в древней античной архитектуре. Арка Константина в Риме. Историки утверждают, что перевод текста на этой арке рассказывает о походе римлян на даков. Очевидно, мы тут и видим этих плененных даков. На первом рисунке лишь отдаленное представление того, как выглядели славяне. Вот вроде Константин. А теперь сравните качество исполнения нижнего барельефа с верхним. Вот Константин, сидящий на троне. Там же крупными буквами написано Константин. Правда, он где-то голову потерял, но ничего страшного, это Константин и все тут. Нам известно, что барельефы и скульптуры были сняты с более старых монументов. И Википедия по этому поводу пишет. Предложено три объяснения, почему для декорирования арки использовались снятые с других сооружений элементы. На Аттике попарно расположены восемь барельефов, снятые с неизвестного памятника эпохи Марка Аврелия. На вершине каждой колонны находятся фигуры даков, взятые, вероятно, с форума Трояна. Интересно было бы посмотреть, как при помощи примитивных по официальной инструментов можно было снять один мраморный барельеф с чего-то там, да и приклеить к другому объекту. Итак, очевидно, существуют два типа барельефа – примитивные и античные. В древних городах фигурируют именно античные барельефы, на которых четко видно знание скульпторами человеческой анатомии. И все детали вылеплены очень точно, а примитивные – это уже более поздние, которые были сделаны, когда арка уже стояла. Вот аналогичный пример из недавней современности. Пример античных барельефов – дом учителя в Киеве. И барельеф на колонне Трояна. Разница очевидна. Тут мы видим, как вместо барельефа сделали рисунки. Роял Альберт Холл, Лондон, Великобритания. 90% римлян на барельефах – бородатые, хотя уже лет 200 как должны ходить бритыми. И если приблизить крупным планам лица бритых, то оказывается, что на них нет щетины, что говорит о том, что это либо молодые парни, либо другая раса, у которой не растет борода. Очень многие бородатые римляне похожи вот на этого императора – Септимия Севера. А кто там у нас на севере проживает? Мужчина из арки генерального штаба в Петербурге. Тип лица у римлянина – вот такой вот. Или московский воин. Теперь рассмотрим священных животных. Начнем с орла. Это был любимый символ Зевса или Юпитера. Орел символизирует власть, державу. Это наиболее распространенный символ в Геральдике. Был символом Древнего Египта, Древней Греции и Рима, как бы рельеф в архитектуре. Милан – орел на пьедестале. Орел над входом в Римский пантеон. И орел в Киеве. Памятник одноглавому орлу, который позже трансформировался в двухглавого, был изначально символом Рюрика. Причина трансформации пока есть тайны. Одноглавый орел Полтава. Токио. Будапешт. Следующий символ – лев. Символ храбрости и бесстрашия. Чаще всего наступает ногой на шар. У любого льва полуоткрытая пасть. Это Калькутта, Индия. Алушта, Крым. Одесса, Украина. Санкт-Петербург, Россия. Мадрид, Испания. И пример льва Бершара. Париж, Франция. Будапешт, Венгрия. Теперь обратим внимание на сфинксов. Это был распространенный символ в древнем мире, в зодчестве. Калькутта, Индия. Справа. Эдинбург, Шотландия. Просто отдельно стоящий сфинкс в Петербурге. Париж. Известно грифоны. Олицетворяют солнце, силу и бдительность. Впоследствии герб Великой Тартарии. Если в оформлении дома грифон, это как минимум повод задуматься. Вот в виде скульптуры. Крылотый лев. Сова, символ мудрости и знаний, также использовался как герб Великой Тартарии. Теперь памятники людям и богам. Боги. Весь греко-римский пантеон во всей красе. Самые популярные. Гермес гиперборейский. По истории его так называли эллины. Ника гиперборейская богиня Победы. Также она обрамляет арки, держа трофей. Знамя. Лавровый венок. В перомной щите она пишет имя победителя. Вот, например, барельеф на Александровской колонне. Или на колонне Трояна. Также она может держать трубу, либо дуть в нее. На вершине арки она управляет квадригой. Показывать весь пантеон богов с примерами нет смысла. А мы теперь перейдем к памятникам выдающихся людей. Как правило, это памятник какому-нибудь царю, то бишь императору на лошади, которая подняла одну ногу, либо встала на дыбы. Называться они могут как угодно. Например, Вильяму. Также могут быть подправлены лица или просто переделаны, чтобы показать какое-то сходство с тем, кому памятник поставлен. Также могут быть внесены атрибуты человека, который увековечен. Обычно они смотрятся на памятнике, как пингвин в Африке. Обнаружить подделку несложно. Под пятой точкой всадника находится не седло, а кусок какой-то подкладки, так как у римлян якобы не было седла. Всадник в античном облачении. И вот только не надо рассказывать, что это образ такой. Все памятники, сделанные действительно какому-то человеку, показывают его в том одеянии, какое он носил при жизни. В руках всадник, как правило, держит что-то, напоминающее обрубленную палку. Именно не жезл, а некий цилиндр. Ой, неспроста это. Всадник обут в сандалии. На голове лавровый венок. Под памятником, как правило, античное основание. Рассмотрим статуи мужчин, удерживающих коня, вставшего на дыбы. Их достаточно много. Трофеи. Это снятые с врага доспехи, которые вешали изначально на дуб, так как дуб считался священным деревом Зевса. На щите из барельефа, обрамляющего арку главного штаба, видим символ, который изображался на римских щитах. Копье с какой-то намоткой и две молнии по бокам. Первая ассоциация – удар током. Дмитрий Джан разбирал, что неспроста у гусар были крылья, они искрились. А почему нельзя предположить, что и эта швабра на голове римлян давала тот же эффект? Такие же гербы видим на барельефе Александровской колонны. Идентичный шлем на барельефе колонны Трояна. Русские и скифские шлемы. Хотя по официальной версии славяне во времена правления Трояны не успели повылазить из пещер. Причем в Европе трофеи в основном русские, а на территории Тартарии, включая Питер, римские. Хотя в том же Питере все воины именно в римском облачении. Александровская колонна вообще уникальна тем, что на ней показаны четыре типа доспехов – греческие, римские, русские и скифские. Причем разбросанными по всем четырем сторонам. Напрашивается два вывода. Первое. Трофеи – это отражение гражданской войны огромного масштаба, которое известно в официальной истории как татаро-монгольская ига. Второе. На самом деле это не трофеи, а дань памяти и уважения своим воинам, павшим в бою. Вот еще трофеи. А вот трофеи в Риме. На заднем фоне, очевидно, плененные даки. Рассмотрим более мелкую символику – свастичный орнамент. Такой свастичный орнамент мы можем найти в очень многих городах по всему миру. Лавры и роги изобилия. Возможно, использовались на технических устройствах в качестве маскировки проводов. Ну, как вариант. Раковины. Или, возможно, символ солнца. А это Рига. Специально для настоящих патриотов своего города. А вот восходящее солнышко красное в русском деревянном зодчестве. Атланты, поддерживающие свод, как мужчины, так и женщины, держали. Символ бога Гермеса или Меркурия. Кадуцей. Триглифы и Гутты. Аканты. А теперь рассмотрим одну главу из книги издания 1709 года. Книга посвящена событиям Троянской войны и полна интересностями и необычностями, если, конечно, сможете прочитать. О создании Трои. Через много дней царь Приям, пребывавший в рыданиях и слезах, сетовавший день и ночь, не находящий себе покоя, после очищения дождем слез и отдохнул мало от печали, и облегся в благодушие. Успокоился. Захотел он Трою раскопенную отстроить вновь во всем своем достоинстве, посему велел отовсюду собрать себе мастеров многих. И пришли к нему от всех стран зодчие искусные, и златолиятели, и архитектони, и кавачи меди. Видим четкое разграничение зодчих и архитекторов. Зодчие по дереву, архитекторы по камню. Или зодчие строят, а архитекторы – это специалисты по техническому оборудованию. И повелел раскопанные места расчищать и ровнять. После этого повелел с прилежанием утверждать основание, где должны стены города быть, а после этого повелел заложить стены градские вокруг града. Возводить все по изоробнению. Вместе со стрельницами. Думается, что не для лука или арбалета. И вратами, так как по его повелению начали весьма искусно творить. Быстро дело делалось, и в руках их созидалось. И по прошествии лета некая их же настоящая история не изъявляет. Но только построили они град весьма дивный, чудный и великий. Размеры города – три дня долгота его, равная широте. Высота же стен – 200 локтей. Если брать в среднем локоть 44 см, выходит 88 метров. Возможно, гиперболизация, а возможно и нет. Врата же его и стрельницы весьма искусно устроены. Украшены различным мрамором и мозаикой. Высота же их – 300 локтей – 132 метра. Покрыты медью. Вход же в град устроен шестью вратами был. Около же града рвы были ископаны. Были довольно глубокие и каменной стеной изнутри ограждены. Настоящий искусственный канал. Напоминаю, что длина города – три дня ходьбы. Через ров же этот напротив ворот мосты каменные перекинуты были. В конце же мостов стояли башни, весьма чудные, мрамором украшенные и мозаикой, и покрыты были позалащенной медью. Так и делали на Руси. Другу любезно позволяли зайти, врагу же возбраняли жестокие приступы. Посреди же града текла река некая Станкус. Это распространенная фамилия у прибалтов. Вообще их фамилии большей части образованы от названий природных тел, явлений и названий рек и местности. Посреди же города на одной стороне реки Царь Приям повелел возвести чудный царский дом и палату дивную, которая называлась Илеон. Высота ее 500 локтей. Это 220 метров, прям небоскреб какой-то. Была она устроена весьма искусно, чудной резьбой обрамлена и мозаикой с мрамором различным украшена, и златом чистым отделана и покровлена, и все восхищались ее красотой. Внутри же стены были златым и серебром, и мозаикой украшены. Также окна и двери палаты придивной позлощенной резьбой украшены были. Наверху же палаты небесного бегу течение изображено было. Небесный бег, свастика, вращение галактики или цикличность восходов и закатов. Такова была палата, такой не было ни у одного царя во вселенной, про нее же чудно написал Фригий Дарий. Анонимный комментарий в самом начале книги гласит «Дит-грек и Фригий Дарий – истинные свидетели ополчением троянским, а сия истинная и правая история Дитом-греком написанная напечатана же славянски по велениям царского величества. Также и другие чудные палаты на дворе царском располагались, и мозаикой с мрамором украшены были, а также резьбой различных подобий животных и птиц, и златом отделаны и покрыты. Пространство же двора Онова весьма велико было, стены же его также украшены были мрамором и мозаикой, равно как и ворота. Внутри же бесчисленные княжеские и вельможеские дома и палаты были поставлены вокруг царской. Улицы же по всему граду равны и размерены были. Узнаем, да? В них же воинских и купеческих человек, воинов и купцов и различных художеств, рукодельников бесчисленных было множество. Жили они по разным улицам, иконописцы в языческой Патрое, образорезцы, левкасники, златольятели, сребря кузнецы, кавачи, меди, бронники, это оружейники, сидельники, стеклари, шевцы, усмари, тектонии, что специалисты по тектонической деятельности, и далее землемерители, геодезисты, очевидно, и прочие ото всех стран повелел собрать царь Приям, и был град Троя, густо населен и богат. Много было и премудрых людей, и воинственных браноносцев. И тут впервые изобрели шахматы, и тут игры вскоре появились, прибытки напрасные, легкие деньги, очевидно. Тут, как молвится, трагедии и комедии изобретены были, и прочие веселые музыкальные играния, ни в коем царстве такого не было прославленного, великолепного и великого города, каков был град Троя Великое, которую царь Приям себе в обитание создал. Вот такая вот глава. И не следует сходу говорить, что это все были выдумки из-за несоразмерных высот. Или, мол, это эзотерический документ. Но, как говорится, это дело каждого, доверять историческому документу книги, которая представляет огромный интерес, описывающая события трехсотлетней давности. Либо, как обычно, доверять современным учебникам истории. Архитектуру по праву можно считать также учебником истории, написанным руками наших предков. В последнее время из спецхранов достают старинные книги и переводят в электронный вид. Кто-то предлагает сопоставить их содержание с тем, что мы видим своими глазами в виде сложной, масштабной, многообразной, античной архитектуры. Итак, изучаем, сопоставляем, восстанавливаем реальные события прошлого. Редактор субтитров А.Семкин